Мы поинтересовались у белгородцев, на что они обращают внимание, когда решают пожертвовать сумму благотворительным организациям. Никак не проверяю на честное слово. Я доверяю новостям. Мне, допустим, не жалко. На добро очень часто отправляю. Это по телевизору? По телевизору, да. Когда ты понимаешь, что это социально, что это общенародно. А такие, жалко, но я, честно, не сильно доверяю. Потому что, ну вот, как и на рынке стоят, да, все мы больные, без ножек и без ручек. На самом деле встали и пошли. Приходилось, вот с коробочками в автобусах заходили. Верим на слово. Постоянно перепроверяю. В метро, на улице просто так ничего не подписываю, не даю денег, никаких пожертвований. Все проходит проверку. То есть вы заходите на какой-то сайт, да? Да. Преимущественно в интернете. Ну, либо если есть учреждение, офис, подхожу, интересуюсь, узнаю бумаги. Чтобы разобраться, обратились к эксперту Евгении Кондратюк. Ее благотворительная организация «Святой Белогорье против детского рака» знают многие родители, которым пришлось пройти вместе со своими детьми через нелегкое испытание. Уже 10 лет организация напрямую сотрудничает с онкогематологическим отделением детской областной больницы. На сайте фонда публично ведется строгий отчет по каждому рублю. Все поступления вплоть до таких вот сумм, как 1700 рублей, то есть это наши траты, да? Кому конкретно, с фамилиями, кому, на что, в таком объеме, куда мы полностью тратили деньги за всю историю деятельности нашего фонда, здесь можно увидеть. Таковы правила для каждой уважающей себя благотворительной организации, которой нечего скрывать. Евгения Кондратюк за пять лет, которые она возглавляет организацию, не раз сталкивалась с лжефондами, цель которых не помощь, а нажива. Коля недавно к нам обратился за помощью, папа девочки, в сборе средств на лечение. Так совпало, что я видела неоднократно фотографию этого ребенка на ящиках, ну это порядка десятка ящиков благотворительных по всему городу. И когда я папе задала вопрос, ну помогает ли им этот фонд, папа очень сильно удивился и оказалось, что родители вообще совершенно не в курсе. Не знаю, о чем там история сейчас закончится, папа будет обращаться в органы внутренних дел. Чтобы понять, легален фонд или нет, первое, что нужно сделать, зайти на информационный портал Минюста России. В разделе «О деятельности некоммерческих организаций» есть поисковик. Вводим название фонда и видим, зарегистрирован ли он официально и где именно. Если организация ведет сбор средств в Белгороде, а оформлена в другом регионе, она уже нарушает закон. Мы, например, Белгородская региональная общественная организация, мы должны работать только на территории Белгородской области. И мы не можем поехать в Курску или Воронежску, мы можем помогать, например, в каких-то проектах, сотрудничать как-то, но не работать на территории этих областей. Кроме того, волонтеры добросовестных благотворительных фондов не собирают деньги на улицах или в транспорте. Этот принцип даже отражен в Декларации о честности. Одно из положений гласит, мы однозначно осуждаем практику сбора наличных денег от имени организации, вне мест проведения организованных благотворительных мероприятий и вне стационарных ящиков для сбора наличных денег, опечатанных и вскрываемых в присутствии независимых контролёров. Эту декларацию подписало множество фондов, таких крупных фондов, как «Подари жизнь», «Детские сердца», но множество фондов. Так вот, в этой декларации говорится о том, что честные фонды не собирают пожертвования на улицах, ну только если это не какая-то большая организованная крупная акция. Это как минимум небезопасно, это первое. Второе, невозможно проконтролировать поступление наличных, и вот между собой все крупные и серьёзные фонды договорились о том, что они этого не делают. Третье простое правило. Решив помочь, можно зайти на сайт или напрямую связаться с фондом. Уважающая себя организация предоставит любую информацию, вплоть до имени лечащего врача и их подопечного, в помощь которому собирают средства. На сайте фонда, на любом благотворительном ящике, где бы то ни было, в магазине, я не знаю, на какой-то акции, всегда должны быть телефоны, по которым можно звониться. И очень хороший показатель, если это телефон руководителя. Изменить ситуацию к лучшему должно создание региональной ассоциации благотворительных фондов. Проект был представлен на оперативном совещании правительства области. На территории области учитывали случай введения активной деятельности благотворительных фондов, так называемых, мошенников, все до волонтёров, как из числа жителей Белорусской области, из Курска, Валерада и Украины. В том числе и с привлечением несовершеннолетних детей и подростков. Мы считаем, что большим подспорьем, учитывая отсутствие правовых оснований, послужила бы самоорганизация благотворительных организаций. Главная задача – дать возможность всем желающим удостовериться, что их не обманут. Всю информацию о добросовестных волонтёрских организациях области можно будет найти на одном сайте. Кроме этого, будет создана горячая линия, куда люди смогут сообщать о фактах мошенничества со стороны. Наталья Войтенко, Эдуард Горелов, Павел Емелин. Новости мира Белогорья. Мы поинтересовались у белгородцев, на что они обращают внимание, когда решают пожертвовать сумму благотворительным организациям. Никак не проверяю, на честное слово. Я доверяю новостям. Мне, допустим, не жалко. На добро очень часто отправляю. Это по телевизору? По телевизору, да. Когда ты понимаешь, что это социально, что это общенародно, а такие, жалко, но я, честно, не сильно доверяю. Потому что, как и на рынке стоят, все мы больные без ножек и без ручек. На самом деле встали и пошли. Приходилось, вот с коробочками в автобусах заходили. Верим на слово. Постоянно перепроверяю. В метро, на улице просто так ничего не подписываю, не даю денег, никаких пожертвований. Все проходит проверку. То есть вы заходите на какой-то сайт, да? Да. Преимущественно в интернете. Ну, либо если есть учреждение, офис, подхожу, интересуюсь, узнаю бумаги. Чтобы разобраться, обратились к эксперту Евгении Кондратюк. Ее благотворительная организация «Святой Белогорье против детского рака» знают многие родители, которым пришлось пройти вместе со своими детьми через нелегкое испытание. Уже 10 лет организация напрямую сотрудничает с онкогематологическим отделением детской областной больницы. На сайте фонда публично ведется строгий отчет по каждому рублю. Все поступления вплоть до таких вот сумм, как 1700 рублей, то есть это наши траты, да, кому конкретно с фамилиями, кому, на что, в таком объеме, куда мы полностью тратили деньги за всю историю деятельности нашего фонда, здесь можно увидеть. Таковы правила для каждой уважающей себя благотворительной организации, которой нечего скрывать. Евгения Кондратюк за пять лет, которую она возглавляет организацию, не раз сталкивалась с лжефондами, цель которых не помощь, а нажива. Коля недавно к нам обратился за помощью, папа девочки, в сборе средств на лечение. Так совпало, что я видела неоднократно фотографию этого ребенка на ящиках, ну это порядка десятка ящиков благотворительных по всему городу. И когда я папе задала вопрос, ну помогает ли им этот фонд, папа очень сильно удивился и оказалось, что родители вообще совершенно не в курсе. Не знаю, о чем там история сейчас закончится, папа будет обращаться в органы внутренних дел. Чтобы понять, легален фонд или нет, первое, что нужно сделать, зайти на информационный портал Минюста России. В разделе «О деятельности некоммерческих организаций» есть поисковик. Вводим название фонда и видим, зарегистрирован ли он официально и где именно. Если организация ведет сбор средств в Белгороде, а оформлена в другом регионе, она уже нарушает закон. Мы, например, Белгородская региональная общественная организация, мы должны работать только на территории Белгородской области. И мы не можем поехать в Курску или Воронежск. Мы можем помогать, например, в каких-то проектах, сотрудничать как-то, но не работать на территории этих областей. Кроме того, волонтеры добросовестных благотворительных фондов не собирают деньги на улицах или в транспорте. Этот принцип даже отражен в Декларации о честности. Одно из положений гласит. Мы однозначно осуждаем практику сбора наличных денег от имени организации, в ней мест проведения организованных благотворительных мероприятий, и вне стационарных ящиков для сбора наличных денег, опечатанных и вскрываемых в присутствии независимых контролеров. Эту декларацию подписало множество фондов. Таких крупных фондов, как «Подари жизнь», «Детские сердца». Множество фондов. Так вот, в этой декларации говорится о том, что честные фонды не собирают пожертвования на улицах. Ну, только если это не какая-то большая организованная крупная акция. Это как минимум небезопасно. Это первое. Второе. Невозможно проконтролировать поступление наличных. И вот между собой все крупные и серьёзные фонды договорились о том, что они этого не делают. Третье простое правило. Решив помочь, можно зайти на сайт или напрямую связаться с фондом. Уважающая себя организация предоставит любую информацию, вплоть до имени лечащего врача и их подопечного, в помощь которому собирают средства. На сайте фонда, на любом благотворительном ящике, где бы то ни было, в магазине, я не знаю, на какой-то акции, всегда должны быть телефоны, по которым можно звониться. И очень хороший показатель, если это телефон руководителя. Изменить ситуацию к лучшему должно создание региональной ассоциации благотворительных фондов. Проект был представлен на оперативном совещании правительства области. На территории области учитывали случай введения активной деятельности благотворительных фондов, так называемых, мошенников, все до волонтёров, как из числа жителей Белорусской области, из Курска, Валерада и Украины. В том числе с привлечением несовершеннолетних детей и подростков. Мы считаем, что большим подспорьем, учитывая отсутствие правовых оснований, послужила бы самоорганизация благотворительных организаций. Главная задача – дать возможность всем желающим удостовериться, что их не обманут. Всю информацию о добросовестных волонтёрских организациях области можно будет найти на одном сайте. Кроме этого, будет создана горячая линия, куда люди смогут сообщать о фактах мошенничества со стороны. Наталья Войтенко, Эдуард Горелов, Павел Емелин. Новости мира Белогорья.